Он же сказал, «Верую Господи!» и поклонился Ему. «Верую Господи!» «Верую Господи!» «Верую Господи!» «Верую Господи!» «Верую Господи!» «Верую Господи!» «Вассказ о Лазаре» приводится в 11 главе Евангелия от Иоанна. «Тело лежало в могиле и разлагалось 4 дня, и Иисус вернул его назад к жизни!» Иисус также оживил 12-летнюю девочку и 18-летнего юношу. «И не забывайте о том, что Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь!» Иисус обладал властью над дьяволом и его демонами. В Евангелии от Луки 8, 26 описывается удивительный случай встречи Иисуса с миром злых духов. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Власть над болезнями, которая поистине не имеет себе подобного в истории человечества. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» Он вернул зрение слепому, излечил расслабленного, оживил мертвого и вылечил людей от многих других болезней. Евангелие от Матфея 12.15 гласит, «За Ним следовали огромные толпы людей, и Он излечил их всех. Власть отпускать грехи». Прочтем Евангелие от Марка 2 и Матфея 9, где приводятся следующие истории. «К Нему принесли парализованного и спустили постель через кровлю дома. И Иисус увидел его, и первое, что Он сказал, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Люди встревожились в своих сердцах, и Он сразу же почувствовал, что их беспокоит, и что Он сказал им, «Кто может простить грехи, как не сам Бог?» Это то, о чем они подумали. И сразу же, когда Иисус понял в душе, что на их сердцах, Он сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Что легче? Сказать ли расслабленному, «Прощаются тебе грехи» или сказать, «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он простил согрешившей женщине. Он простил разбойнику, вместе с которым он был распят. Однако Он ни разу не попросил прощения для себя. Он молился с просьбой простить тех, кто подвергал его мучениям. Способностью творить — это прерогатива Бога, которая проявилась в Иисусе, когда Он накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, исходя из Евангелия от Луки 9, а также в другом случае, когда Он накормил четыре тысячи человек в Евангелии от Марка 8, несколькими хлебами и небольшим количеством рыбы. Первое послание Иоанна в главе 5 свидетельствует, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Дорогие братья, можем ли мы сегодня вечером или когда-нибудь еще отрицать эту ниспосланную истину? Свидетельства об Иисусе из Назарета достоверны и аргументированы, так как о Его проявлении свидетельствовали пророки древности, и Он исполнил пророчества до мельчайших подробностей. Наш Небесный Отец подтвердил свою связь с Иисусом, называя Его Своим Сыном. Совершенные им чудеса свидетельствуют о Его силе. Святой Дух разъяснил эту истину, о которой также свидетельствуют апостолы и Новый Завет. Разрешите же мне еще раз подтвердить, что Бог в действительности является Иисусом. В истории человечества было немало людей, которых обожествляли, но Иисус является первым, единственным и истинным Богом в человеческом образе. Если мы зададим себе серьезный вопрос, для чего пришел Иисус Христос, если бы Он был всего лишь пророком? Мир больше не нуждался в пророках, священниках, книгах и чудотворцах. Небесный Бог дает нам ответ. Имей мы будет Иисус, потому что Он спасет всех людей от грехов. Иисус явился, чтобы спасти Меня и вас от ада, и приготовить к жизни вечной в раю. Он любит вас, как и Я, и более. Он сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Послушайте Его заявление. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Слова Бога утверждают, что мы все грешны, и все мы являемся предметом Божьей заботы. Иисус ищет вас и Меня, чтобы дать нам вечную жизнь. Полной ценой за избавление грехов является смерть, которую Иисус претерпел за нас. Бог даровал нам жизнь вечную через Иисуса Христа, нашего Господа. Тайна открывается, если прислушаться к тому, что говорит о Нем Иоанн Креститель. «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. Я свидетельствую, что Он — Сын Божий». Каким образом, вы спросите, с помощью подмены Он занял наше место, в то время как первый человек, Адам, вступил в это сражение и проиграл его, второй же человек вступил в сражение и победил, а трагедия, разыгравшаяся на кресте, стала победой. Почему древние евреи приносили жертвы? И почему Коран советует и поощряет это? Потому что прощения грехов без пролития крови не бывает. Разве не удивительно, что Бог требует праведных дел в результате спасения, но не ради спасения? Вы не должны посещать священные города, такие как Иерусалим, Мекку или Рим, ибо они слишком маленькие, чтобы вместить в себя величие Бога. Обряды и очищения могут очистить нас от грехов, но не очистят наши сердца, которые полны грехов. Наши молитвы и посты не впечатляют Бога, так как они всего лишь способствуют самоправедности. Бог любит вас и меня, и хочет по милости своей спасти нас с помощью веры в нашего Господа Иисуса Христа, ибо Бог так возлюбил мир, что пожертвовал своим единственным Сыном, чтобы не погиб никто из верующих в Него, но обрел бы жизнь вечную. Большое спасибо. Для меня является привилегией, которую я не ожидал, и очень рад ей поприветствовать и пригласить сегодня вечером в королевский Альберт Холд и послушать в течение следующих 50 минут выступление господина Ахмеда Дидата. Спасибо, сэр. Спасибо. Medved zichness I love you I love you I love you We love you We love you Субтитры подогнал «Симон»